Фигуристка Дарья Усачева, более года не вступавшая на турнирах, показала свои тренировки. Видео опубликовано в телеграм-канале российской спортсменки. В ноябре 2021 года во время этапа Гран-при Японии Усачева получила травму ноги и с тех пор не участвовала в соревнованиях. Как обещала, делюсь парочкой каскадов, написала она в телеграм-канале. Российская фигуристка Камила Валиева исполнила элементы ультра-син на мастер-классе в Хабаровске. Валиева опубликовала в сторис видео, на котором прыгает четверной тулуп и тройной аксель. «Сегодня выступаем в Хабаровске, провела мастер-класс», — написала она. Также Камила исполнила тройной аксель и четверной тулуп на прыжковом баттле. Продолжение следует... 16-летняя Камила не только позанималась детьми, среди которых были ее ровесники, но и раздала автографы на специальных фотокартах. Видеоотчет о мероприятии фигуристка опубликовала в своем телеграм-канале. Валиева находится в Хабаровске вместе с группой «Терри Туберидзе». Фигуристы команды начали гастрольный тур шоу «Чемпионы на льду» с Востока России, Владивостока и Хабаровска. В представлениях принимают участие не только такие звезды «Хрустального», как Валиева, София Акатио, Алина Загитова, но и приглашенные гости, среди которых Виктория Синицына, Никита Кацалапов, Евгений Семененко, Андрей Музалев и другие. Но круче всех по прыжкам в Хабаровске были молодые звезды «Хрустального» – Арсений Федотов и София Акатьева. Одиночники радовали зрителей параллельными ультра-Си. Фигуристы синхронно исполнили тройной аксель и четверной тулуп, после чего к ним присоединился Андрей Музалев, и «Платиум Арена» увидела чистый синхронный квад-тулуп сразу от трех фигуристов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В конце шоу на лед вышла сама Этери Георгиевна. Ее встретили овациями. Мастер-класс в Хабаровске также провела и Анна Щербакова. О своих приключениях она рассказала во влоге для китайских фанатов, показала тренировку перед шоу и три платья, в которых выходило на лед. Здесь у нас идет репетиция и вечером будет выступление в шоу. Репетиция у нас уже закончилась, мы приехали в отель, сейчас будем собираться на выступление и с собой я возьму вот такие вот три прекрасных платья, так что пожелайте мне удачи. Бронзовые призеры чемпионата Европы 2020 в парном катании Дарья Павличенко и Денис Хадыкин больше не будут выступать в дуэте. Об этом в своей странице в социальной сети сообщил фигурист, отметив при этом, что завершать карьеру не планируют. Наш с Дашей совместный путь подошел к концу. Я безгранично благодарен Даше за эти годы работы. Мы многое пережили вместе, взлеты, падения, травмы и победы. После восстановления Даши от травмы мы поговорили и решили, что совместная работа дальше невозможна. Это было тяжелое для нас решение, но мой путь в спорте на этом не заканчивается. Я намерен и дальше продолжать свою карьеру, потому что фигурное катание это моя жизнь. Я люблю кататься и получать от этого удовольствие и результаты. Последние месяцы, пока я катался один, я по-новому взглянул на фигурное катание и загорелся им еще сильнее. Все, что нас не убивает, делает нас еще сильнее, написал Хадыкин. Команда Этери Тутберидзе поздравила Даниэля Грасселя с днем рождения в стихах. Сегодня итальянскому фигуристу исполняется 21 год. We wish you be joyful and happy. My heaven above you be blue. Good luck on the ice and be healthy. Daniel, happy birthday to you. Говорится в поздравлении. Грассель присоединился к группе Тутберидзе в январе. Итальянец пошутил насчет выученных в России слов. Ты сказал, что тебе легче тренироваться в высококонкурентной среде. Крустальным с этим проблем нет. О да, если кто-то прыгает рядом со мной несколько квадов подряд, меня это здорово заводит. Мои мотивации это только на пользу. Еще вот такой момент. Женское катание мне всегда нравилось смотреть больше, чем мужское. Когда я смотрю соревнования мужчин, то дергаясь, сразу включаюсь в борьбу даже у экрана. А девушек я смотрю более спокойно. К тому же российские девочки прыгают на абсолютно мужском уровне сложности. И это тоже меня мотивирует. Не зря же я всегда говорил, что мечтаю потренироваться на одном льду с Анной Щербаковой. С кем из спортсменов Хрустального ты тренируешься вместе? Я в одной группе с Соней Акатьевой, Камилой Валиевой, Морисом Каталашвили, Никой Игадзе, Арсением Федотовым и Аделей Петросян. Раздевалка у нас на двоих с Никой, так что я почти освоился. На тренировках общаемся в основном по-английски, хотя тренеры иногда спрашивают, как то или иное слово будет по-итальянски. А я уже понимаю какие-то из рабочих фраз на русском. Например, слово «говно», смеясь, сказал Грассель. «Если серьезно, то я же долго тренировался у Ангелины Туренко, поэтому базовые термины я слышал по-русски и раньше», сказал Грассель. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!